Там цена разная, да, от 7 евро и, короче, 12.80 минимально за час. То есть это что, ну, как правило, такое платят только. Короче, есть такой миф, точнее не миф, а все мы знаем, короче, что в Европе и в Америке людям платят по часовую оплату. Вот я хотел бы узнать о том, как вообще в Германии, вот как платят, ну, то есть, грубо говоря, допустим, ты выучился, да, там, на плотника, каменщика. Как вообще в фирмах, вот у нас такого понятия нет. Заработная плата, давай я понял. Я ни разу, да, я ни разу в жизни не видел, чтобы здесь у нас в России платили по часам. Ну, то есть, может, где-то это и есть, но это вообще никак не принято. Почему просто это в сухне говорится, да, на самом деле идет оплата по часам. То есть всегда считается 8-часовой рабочий день и там на количество дней. Не, у нас считается штукатурка, вот сколько ты квадратов сделал, штукатурки, столько тебе и платят. То есть, сколько ты сделал квадратов в плитке, столько тебе и заплатят. В Германии есть, да, практикуется три вида оплаты труда. Первый – это заработная плата, то есть, когда ты заходишь, допустим, когда у тебя разговор, да, или там ты себе резюме отправляешь, обязательно они хотят узнать твое представление о заработной плате. Ну, как бы, в моей ситуации вообще было сложно, да, когда ты… Были моменты, когда я червонец в месяц поднимал, и потом я прихожу, а средний уровень заработной платы полторы или 1600, и вот он у меня спрашивает мое представление о заработной плате. Я как есть, так и говорю. Вот если я червонец зарабатывал, что я должен сказать? Сколько вы считаете нужным, столько заплатите, да, 1500, 1800. То есть, да, есть, когда зарплату, то есть, за эту зарплату ты должен делать определенный объем работ, но, как бы, да, это не то, что стимулирует, как бы, людей к производительности труда. Потом, это, да, оклад, скажем, по-русски называется оклад, то есть, это знакомое, да, то есть, у многих есть оклад, то есть, там также на настройках есть оклад, допустим, этот оклад, он есть у прораба, или это есть оклад, допустим, у начальника участка, ну, там суммы, допустим, прораб начинается 36 тысяч евро в год, да, это черная зарплата, с которой он, соответственно, уплачивает налоги по налоговому классу, который он есть, их там тоже 5-6 налоговых классов. Самый плохой первый, это когда человек не женат, и раньше при Союзе было, это назывался налог за яйца, когда люди холостые, с них снимали очень много налоги. И потом есть налог 3-4 класс, это когда 3-4-5, это когда люди семейные, то есть, они могут взять либо вдвоем 4 класс каждый, либо один может взять 3-й, другой 5-й класс. И там еще есть другие, 7-й вроде бы, это там, где, у которых, короче, одни воспитывают детей такое. Ну, вдов я не помню уже сейчас, не знаю, меня это не касалось. Вот у нас, допустим, тоже есть. Допустим, оклад, да, это заклад, то есть, оклад потом твой облагается, облагается вообще все налогом, да, оклад. Потом есть часовая зарплата, то есть, настройки, вообще очень много, да, зарплаты, когда тебе указывают за час, ты получишь такую-то сумму, и ты нарабатываешь часы. То есть, 160 часов по закону они умножаются, допустим, цена это разная, да, сейчас там опустилась цена, я не помню, до 8 евро за час, в Макдональдсах, там такое быстрое питание, там их, ну, разные. Нет, Макдональдсах и у нас платят по часам, естественно. Нет, там платят 5 евро за час, очень мало. Настройки, допустим, в разных землях, ну, регионах Германии, тоже там цена разная, да, от 7 евро и, короче, 12.80 минимально за час. То есть, это что, ну, как правило, такое платят только немецкие компании. Ну, при этом, при всем, у тебя же есть, у тебя есть, грубо говоря, ты должен положить в час, там, 2 квадрата плитки, грубо говоря. Нет, у тебя есть, да, норма, которая труда, и, допустим, ну, я не плиточник, да, я каменщик, изначально по профессии, да, ну, там, как правило, идет квадратный метр кладки в час, как правило. То есть, кирпич разного формата, там, который больше формата. Ну, то есть, если они на месяц потом берут и умножают, смотрят, то есть, когда пересчитывать твою работу? Нет, это никто не пересчитывает, то есть, в разных конторах по-разному, где тебе меньше зарплату дают до 11 евро в час, там, они это все, конечно, тоже мухлюют за часовую оплату. Просто смотришь, чтобы ты работал. Где, который побольше плотный, у них там этот прораб или бригадир есть, который тоже бригадир, он там, да, 20% работает, ну, то есть, там, допустим, у бригадира, да, есть бригадир, который, видишь, она по-немецки говорит, да, Werkpolir он называется, у него есть тоже, который есть 100% Werkpolir, есть, который, короче, 80% он работает, 20% у него бумажная работа, да, то есть, они разные. То есть, есть Werkpolir, наоборот, он 20% работает, 80% у него бумажная, то есть, смотря, какая структура у компании, то есть, если у него нету прорабов, и они все ставят на бригадиров, то есть, соответственно, прораб он больше денег получает, да, который с прорабским образованием, бригадир это 3 месяца курс, у тебя должна быть профессия, и ты идешь на 3-х месячный курс, все, ты можешь быть бригадиром, а прораб это минимум мастер, это минимум год обучения, или который, это мастер, который непосредственно руками работает, а прораб это, который у него 2 года обучения, вот как я учился, я и то, и то сделал, это ты уже, у тебя больше теории, у тебя больше, короче, по вопросу судебная история, как бабки пробивать, как все контракты правильно сделать, да, чтобы тебя на бабки не прокатили, как, короче, счета выставлять правильно, дополнительные работы, акт приемки работы, ну, короче, вся вот эта, да, юридическая часть у тебя в нагрузку, то есть, он уже, соответственно, руками, как правило, не работает, то есть, у них зарплата, да, оклад, у всех остальных строителей часовая идет, то есть, тебе говорят, ты заходишь, и ты договариваешься за час, вот, за час работы я хочу столько, то есть, у электриков очень хороший, там начинается от 18, ну, в Баварии, регион Мюнхен, в Каменщике, конечно, там, какой у тебя стаж, 15, и там потом зарплата растет, чем больше работаешь ты на фирме, там, в год 50 копеек накидывают на эту зарплату, есть, допустим, такие профессии, как гипсокарточек, кстати, не обижайся, но в Германии эта профессия не является, такой профессии нету. Как называется? Ну, есть, короче, на такую профессию даже никто не учит, ее официально не существует, есть профессия, короче, штукатур, но эта штукатур не тот, который стены штукатурит, это штукатур, который делает гипсовую лепнину. Тянутый? Да, вот, который делают все изделия из гипса, как внутри, так и снаружи, то есть, наружный, ну, снаружи, соответственно, не из гипса, да, цилинта. В любом же случае, огромное количество зашивается картона, правильно, в Германии? Я тебе объясняю еще раз, профессии как таковой, гипсокартонщик нету. Есть курсы, да? Ну, курса его тоже нету, ты можешь открыть фирму, чтобы крутить гипсокартон, так как никакой несущей там нету, ни нагрузок, ничего прочего, что влияет как-то на здание. То есть, как бы так, вот, они работают, как правило, квадратный метр, но это все, это частные маленькие ИП делают ИП, то есть, его не устраивают к себе на работу, а ему говорят, иди, делай ИП, я тебе дам работу, ну, короче, это по-русски называется наебка. Людей просто, ну, из людей высасывают это, это самая последняя вообще профессия, которая есть в Германии, что идти, делать гипсокартон, крутить. Вот, как бы это печально не звучало, это вот так есть, это просто тихий ужас. Я из этого, от этого отошел уже давным-давно, то есть, мы делаем это, знаешь, когда это есть в общем комплексе работы, это есть, то мы это делаем вместе, а где-то кто-то пишет или звонит, мы это не делаем. То есть, идти отдельно делать гипсокартон, это в Германии равноценно самоубийству, то есть, очень низко. Вот, гипсокартончики работают за квадратный метр, работают штукатуры за квадратный метр, работают те, которые делают стяжку полов за квадратный метр. Плиточники, ну, может быть, на больших объемах делают за квадратный метр. Ну, и то, да, как бы, как бы, тоже по гипсокартону, да, есть такие конторы, ты, в принципе, у него как наемный работник, но официально ты ИП, да, индивидуальный предприниматель. То есть, это делается для той цели, чтобы у тебя никаких прав не было. Когда ты наемный работник, ты можешь заболеть, тебе платят больничные. Ну, понятно, да. А когда ты индивидуальный предприниматель, ты раб. Все, другого, как бы, не синонима, ничего другого, как бы, к этому слову нет. Индивидуальный предприниматель в Германии, да, гипсокартончик, это раб. Люди зарабатывают 1800, и потом они с этих денег, короче, платят все налоги. Все, 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 и, конечно, не так уж и сладко, как рассказывают. Да, нет, это все. Ну, видишь, как, если человек, допустим, здесь 300, да, я сейчас в евро привожу, 300 евро зарабатываю, 400 евро, ну, 25-30 тысяч рублей, конечно, в Германии он заработает штукарь. Но. Да, штукарь, это сколько, 83-85 тысяч рублей. Но за этот штукарь там надо покушать, да, продукты там стоят тоже не дороже. Там билет стоит месяц полтинник, плюс телефон полтинник, плюс надо квартиру где-то самое дешевое, там, короче, комната на 6 человек стоит 3 косаря, 3 сотки. Ну, ну, что ты заработал, поехал, да, мне звонят с Украины, а, можно к тебе приехать поработать, ну, ты посчитай, что ты заработаешь. Ну, да, там, один работал, он жил у родственников, он, короче, две штуки он заработал, короче, ну, так договорились, и то из-за родственников, я ему по сотке в день платил. Короче, что он за месяц две штуки поднял, и потом он, да, когда деньги эти в руки получил, он заплакал, я говорю, что случилось? Он говорит, это моя на Украине зарплата за 2 года. Ну, я понимаю человека, да, а с другой стороны, он сам за хату не платил, он за продукты не покупал, да, он сел на шею своим родственникам, которые там и так, да, еле-еле дышали. Ну, то есть тоже нечестно, как бы, да, получается. То есть свои, не, ну, я знаю, свои преимущества. Хорошо, там, где нас нету. Да-да, вот ты вот это правильно сказал, то есть если у тебя мозги есть, это вообще было красиво сказано, если мозги есть, то здесь ты, как бы, с голоду не подохнешь. То есть так же у тебя будет и работа, а для тех, кто работать не хочет, для них нигде нету работы. И вот это вот трога... Продолжение следует...